Николай Терещенко, заместитель начальника Константиновской городской военной администрации. Прямо сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Скажите, а такие разрушения и такое количество жертв, это следствие удара чего именно? Есть уже понимание, есть какая-то информация, чем били российские оккупанты? На данный момент это все выясняется. И это будут компетентные органы заявлять и говорить. На данный момент это просто идет выяснение, чем били. Скажите, Николай, как мы понимаем... Тут главное, что был удар, и он такой бесчеловечный. Николай, к этому времени каковы последствия? Потому что мы понимаем, что поисково-спасательная операция уже завершена к этому времени. Да, что еще делаете для того, чтобы ликвидировать последствия вот этого очередного террористического акта со стороны армии оккупантов? На сегодня будут работать все службы коммунальные для того, чтобы навести порядок. Но последствия ужасающие. Это ничем не сравнимо. Люди погибли. Это страшно. Люди пострадали. Это страшно. Такого удара мы еще не знали. Наша громада, наш город. Есть понимание, в каком состоянии сейчас раненые? Какая свежая, скажем так, информация? И сколько жителей остались без жилья? Где они сейчас? И как им помогают? Пострадало жилье по раненым. Они находятся в больнице. Мне кажется, полная медицинская помощь. Тяжелых раненых было эвакуировано в Днепр в больнице. Пострадали торговые ряды. То есть это коммерческая недвижимость. Пострадали фасады домов. Но это будет все в ближайшие дни. Устранено. Люди получат полную комплексную помощь. Николай, смотрите. Российская сторона. Мы все это понимаем. Но мы знаем, что работаем мы с аудиторией русскоговорящей, которая находится не только на территории Украины, а и Российской Федерации, Беларусь, соответственно, и Европейский Союз покрывается и так далее. Но все же они говорят, что мы не преследуем мирные цели. Мы бьем только по военным законным объектам для Российской Федерации. Но на самом деле, это же не первый раз, когда прицельным огнем, по сути, обстреливаются, как террористы, как оккупанты, рынки, вокзалы. Какая цель, по вашему мнению, это преследует, когда просто убивают российские оккупанты, мирных жителей? Тут не поддается объяснению. Это полностью гражданский объект. Я там в ближайших районах нет. Там только гражданское население. Причем, чтобы для понимания, это было сделано около двух часов дня. Это полностью самый густонаселенный район. Там жилые дома. Там просто уничтожение. Я не понимаю, какую цель преследовали. То есть нужно понимание, что, слава богу, что нет детей. Но там могли оказаться еще и дети. Это рядом парк. Это неописуемо. Знаете, без дрожи в голосе об этом не скажешь. Страшно, неописуемо и непонятно. То есть цель уничтожения, да, я так понимаю, уничтожение населения, да. Но это полностью, еще раз повторю, гражданский объект. Рядом находятся жилые дома, многоэтажные жилые дома, сектор. Рядом находится недалеко парковая зона. Это два часа дня. Люди возвращаются домой. У детей закончилось онлайн-обучение. Без комментариев. Просто без комментариев. Это страшно. И бесчеловечно. Эту бесчеловечность также и отметили иностранные СМИ. Путинский геноцид, это, цитирую, умышленный удар по рынку в Константиновке, убил десятки украинцев. Именно такую статью под таким заголовком о трагедии в Донецкой области в среду написало Кипрское издание, Кипрус Дели Ньюс. Там говорится, что Россия – это государство-террорист, которое необходимо остановить и наказать за совершенные преступления. Авторы пишут, что если Путина не остановить сейчас, подобная трагедия может повториться в каждом населенном пункте Европы, в который войдет российская армия. Николай, а как вы думаете, почему именно Константиновка оказалась сейчас под ударом? Мы помним, и Краматорск дотягивает неоднократно. Какая цель? Почему именно Константиновка? Мы находимся в зоне активных боевых действий. Я только этим объясню. Близко к линии соприкосновения. И то, что военные действия комментировать не буду, поскольку для этого есть специалисты, которые могут это все сделать. А то, что сам город, сама громада находится очень близко к линии соприкосновений, это только этим и объясняется. Николай, скажите, пожалуйста, вот сейчас в чем самая большая потребность тех людей, которые пострадали? Возможно, вот и наш телеканал Freedom, и с вашей подачи можно использовать как определенную площадку для того, чтобы и сработали или же волонтеры, или те службы, которые могут присоединиться к организации помощи людям, пострадавшим в результате этого очередного теракта со стороны Российской Федерации. На самом деле, помощь нужна больше психологическая. То есть это же не обеспечено, это же нелегко принять, что в среду бела дня тебя могут просто обстрелять, принести, пролить кровь. То есть это сейчас нужно в первую очередь людям дать. По поводу какой помощи физической, ну это будет восстановление имущества, это будет предоставление полного медицинского обслуживания. Но так конкретно на данный момент сказать еще сложно. Работают комиссии, работают специалисты, которые сейчас это будут все обобщать. Будем, конечно, обращаться к международным организациям за помощью, людям, которые пострадали от этого бесчеловечного теракта. Ну, в дальнейшем это будет уже все ясно и видно. Николай, вы также отметили, что дети на онлайн-обучении, какова сейчас ситуация. И также вы вот сказали, что Константиновка в зоне боевых действий. Ощущается ли настолько небезопасное нахождение и жизнь в Константиновке, что придется, возможно, даже эвакуировать, возможно, жителей с детьми? Или это еще не настолько критическая история? И как сейчас дети? Они продолжают на онлайн-обучение или же будут возвращаться в школы? В Константиновской громаде дети находятся уже, приезжают. Много детей эвакуировано, находятся в безопасных территориях. Да, дети продолжают на онлайн-обучение. Школы, учителя, все работают на онлайне. Никакого другого вида обучения даже не рассматривалось. Что касаемо возвращаться, да нет, нет. Нет, конечно, ничего, не знаю, чего ожидать, что будет завтра, что будет сегодня. Поэтому небезопасно. Как показывает статистика за последнее время, в городе находиться небезопасно. Николай, благодарим вас за разговор. Все наши мысли и молитвы также и с вами, и с теми людьми, которые пострадали в результате очередного теракта со стороны российской армии. Николай Терещенко, заместитель начальника Константиновской городской военной администрации, был с нами на связи.